Снять с дистанции над Зеленским нависла уголовная угроза. Радио. Спутник. Снять с дистанции над Зеленским нависла уголовная угроза. 18.2. Reuters slash Valentino Ganko. В президенты Украины Владимир Зеленский. Reuters slash Valentino Ganko. Чем ближе выборы, тем страшнее становится сюжет предвыборной кампании. По крайней мере, комику Зеленскому совсем не до смеха. Как бы его не обвинили в госизмене. На Украине это сейчас модно. 28 февраля, 12.38, болевая точка. Политолог о намеках на тюрьму для Порошенко, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, пообещал, что один из его соперников по избирательной кампании сядет в тюрьму. При этом он перефразировал предвыборный слоган Петра Порошенко. Политолог Павел Фельдман в эфире радио Спутник прокомментировал ситуацию. Метящие, надо сказать, пока не безуспешно. В президентское кресло украинский актер и Шаумин Владимир Зеленский заявил, что на него оказывается давление. Да не просто давление, а дело шьют. Натуральную уголовку. Против него и его кампании. Обвинение, если верить господину Зеленскому, серьезное. Отмывание денег. К тому же оно может отяготиться деловыми связями кандидатов в президенты с Россией. Былыми, а может быть, и нынешними. И это уже вполне потянет на гасизмену. Эта статья после приговора Виктору Януковичу стала нынче на Украине модной. Впрочем, в связи с объявленной Порошенко сотоварищей непримиримой и не знающей снисхождение борьбой с коррупцией, и одного отмывания денег, без всякой России, может хватить для завершения недолгой, но яркой политической курьеры. Борьба эта, конечно, ведется точечно и исключительно против политических или экономических оппонентов. Но это уже издержки производства. Точнее, украинского судопроизводства. Мало того, Владимиру Зеленскому могут вменить и связи с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. По его словам, некие люди от его лица хотят там разместить билборды с изображением кандидата, что неминуемо приведет к обвинениям в сепаратизме и всех прочих грехах. Но и это не все. Претендент на высший государственный пост опасается, что против него могут возбудить еще одно дело. За ДТП в Черниговской области, якобы случившееся еще аж в 2002 году. Плюс к тому на днях на крыше офиса Зеленского в Киеве был обнаружен жучок. Что и не мудрено. Надо ведь нужным людям при погонах и при реальной власти, которая скоро может от них ускользнуть, знать, о чем там говорят и что планируют. 26 февраля, 10-20 политик об инциденте в Червонграде. Порошенко и его окружение нервничают. Президент Украины грубо ответил шахтерам, возмущенным долгами. Инцидент в городе Червоноград прокомментировал в эфире радио. Спотник. Глава Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко. Может быть, заявление Зеленского не более чем новый эпизод в мыльной опере под названием «Выборы президента». Но можно допустить и другое. Ситуация более чем серьезная и шаумены хотят резко и окончательно вывести за скобки текущей кампании. С его угрожающим нынешнему президенту и одновременно кандидату Порошенко рейтингом такая версия не лишена смысла. Если ситуация в оставшиеся до голосования несколько недель будет двигаться в том же направлении, без массовых фальсификаций или каких-то иных экстраординарных мер свой пост Петру Алексеевичу не сохранить. А силовые и административные возможности то есть прямо сейчас. И они жгут руки. Почему бы не воспользоваться? Тем более, как иногда говорят, у каждого есть свой скелет в шкафу. Иногда засунутый туда чужой заботливой рукой. Автор Сергей Елин. Радио. Спотник. 26 февраля. 9.25. Эксперт. Тимошенко будет сознанием дела бить по больным местам Порошенко. Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти лгут, утверждая о прекращении закупок газа в РФ. Эта тема будет неприятным сюрпризом для президента Петра Порошенко, считает эксперт Эдуард Попов. Своим мнением он поделился в эфире радио. Спотник.